Образ башкиров в современных представлениях тесно связан с понятием воин или богатырей, что по-башкирски – батыр. Это еще означает свободолюбивый разбойник, лихой наездник, храбрец, как у многих тюркских народов. Раньше даже башкирских девушек с раннего возраста учили защищать свой народ. Уже с детства мы привыкших к лошадям. Даже я сама с маленького роста уже мы с лука стреляли. Вот сейчас тоже нету такого, а мы с лука стреляли. Раньше же про нас говорили, эти башкирских девушек-то, что они амазонки, такие же амазонки, потому что они тоже так же скакали на лошадях, они так же хорошо могли луку стрелять. Когда враг нападал, они спасали свой род, свою семью и все, потому что из-за этого женщин уже с детства на все это обучали. Действительно, башкиры были участниками многочисленных крестьянских войн и восстаний. Всегда башкирский народ поднимался на восстание. Они воевали за свободу, за свою землю. На территории Пермской губернии башкиры появились в 17 веке. После того, как случилось их вытеснение с восточных земель, при подавлении башкирских восстаний 17-18 веков и строительстве горных заводов. Территория Прикамья является исторической территорией расселения башкир. И на территории нашего края проживало самое северное башкирское племя – Гайне. Это племя возникло на стыке как бы булгарских и башкирских племен. Центром башкирских Гайне считается одно из самых древних селений края – село Елпачиха Бордымского района. В 2017 году здесь состоялась научно-практическая конференция «Елпачиха. Центр гаинских башкир» и презентация книги «История башкирских родов. Гайна». Недавно селу исполнилось 800 лет, и это до сих пор крепкое хозяйство. В чем особенности вот именно этих пермских башкир, северных башкир, да, в том, что, во-первых, они раньше всего стали заниматься земледелием. То есть уже с 17 века, в то время как южные башкиры еще оставались кочевыми скотоводами, то северные башкиры, они переходят к земледелию, и земледелие уже в последующее время становится основой их хозяйства. Сейчас в Прикамье проживает около 33 тысяч башкир, в основном в столице края, и это только 7% башкирского населения, а также в Бордымском, в Чернушинском, в Куединском, в Осинском и Пермском районах. Образ башкира был романтизирован в русской классике. Этим свободолюбивым народом интересовался не только Пушкин, но и писатели Аксаков, Салтыков-Щедрин, Мамин-Сибиряк, Толстой-Горький. Большим знатоком башкирской культуры и устного народного творчества был Владимир Иванович Даль, толкователь русского языка. В его словарь попали башкирские слова и выражения. Он даже написал сказку «Башкирская русалка». Сегодня башкир Пермского края объединяет региональный Курултай, созданный в 2006 году. В него входит 13 территорий Прикамия. Также он является частью всемирного Курултая Башкир. А с 2008 года выпускает газету на башкирском «Пермские башкиры». За эти годы нашими общественными объединениями созданы ансамбли вокальные, хореографические, созданы секции в библиотеках, изданы книги, сняты документальные фильмы. С 2013 года мы объявили конкурс «Знаешь ли ты свои корни и родовой знак?». Под этим девизом проводим в башкирских населенных пунктах Шажиря-Байрам, то есть праздник родословный. Этот праздник очень актуальный. После этого праздника у нас многие потянулись к своим традициям, к своим корням. Иной раз родители учатся у своих детей, потому что многие уже как бы не помнят эти традиции фольклора. Особенностью пермских башкир является то, что их культура ассимилирована с татарской. Язык, на котором говорят сейчас ГНН, по составу слов башкирский, а по сути татарский. Во многом переплелись на территории пермского Прикамя традиции и татарского, и башкирского народов. Это касается и национальных блюд, и орнаментов, и тюбетейки. Например, бордымская тюбетейка. Такой больше в мире нигде не встретишь. Ее носят и татары, и башкиры Прикамя. Это предмет, узнаваемый среди тюбетейк всего мира. Форма у нее высокий околыш. Она состоит из четырех, так скажем, граней, которые прикреплены на тоже достаточно высокую тулью. И в целом вот эта черта, плюс то, как ее орнаментируют вышивкой, бисером, она является вот такой именно специфической чертой. Кроме того, здесь, на территории Бардымского района, неоднократно фиксировались произведения фольклора, в том числе древние мифологические тексты, связанные вот с происхождением башкирского народа и северного племени Гайна. По сей день башкиры не забывают и особенности своего национального костюма, стараясь соблюдать традиции как в обычной жизни, так и по праздникам. Обычно одевали длинные платья, а потом одевали обязательно вот такой камсул. Вот это называется, ну, у меня современный тип это получается, это длинный вот такой камсул. Потом обязательно это головной убор. Это называется калфак. А постарше женщины уже одевали, особенно пожилые женщины, вот такие калфаки. Наверное, калфака одевали вот так платочек. Это шаль или вот так, повернули вот так, завернули. И так красиво было, потому что и тепло, и красиво. Вот такие платки одевали только в праздники. Если у девушки был шелковый платок, это считалось признаком зажиточной семьи. А в начале 19 века мода на платки немного изменилась. В 1812 году наши башкирские воины воевали же наполеонскими войсками. Они вошли в Париж. Их из Парижа привезли своим женам, своим девушкам вот такие платки. Они называются французские. И после этого вот эти платки начали одевать. Сейчас даже все наши бабушки так любят вот эти французские платки. Также большое внимание уделяли украшениям. Девушки на себя могли надеть до 8 килограмм. Чем больше, тем семья богаче. Традиции башкирской кухни можно встретить в селе Каянова. Они не только сохранились, но и немного преобразились на современный лад. Хозяйка Захида Хузигулова придумала печь непривычные всем большие балеш. А делать порционные. Получились вагбалеш. Сметаны, сахарного песка, соли и соды пищевой. Надо все размешать. Теперь нужен маргарин. Маргарин надо вскипятить и погасить содой. Сейчас горячим маргарином гасим соду. И замешиваем тесто. Тесто должно быть к рукам, чтобы не прилипало. Сейчас вешаем тесто. 100 грамм надо было теста на нижнюю часть и 300 грамм наверх. Сейчас надо будет делить на 12 частей. Рис отварили. Туда ложим изюм, курагу и маленькое масло, чтобы оно было рассыпчатое. Тесто раскатываем тонко, как на манты. Символ нашей национальности – это полумесяц. Сейчас я сделаю на балеш полумесяц. Сейчас балеш отправляем в духовку. Вот вам гости. Вах балеш. Стряпают для важных лиц. Для наливки подают масло топленое. Оно придает особый вкус. Приятного аппетита. Пошла рожа стальная волосы. Чтут пермские башкиры и своих героев, немало из которых вынесли свой вклад в историю России. В селе Каянова есть мемориальная доска землякую роженцу села Исмагилу Тасимову, основателю Санкт-Петербургского горного института. В наше время памятный знак появился и на стенах Каяновской средней общеобразовательной школы. Древние традиции башкирского народа воплощаются в музыке и песнях. Башкирам удалось сохранить уникальные музыкальные инструменты, многие из которых сейчас не используются. Но старинные напевы живы до сих пор, покуда люди их исполняют и помнят. Этим занимаются музыканты, объединенные в этногруппе Сулман, что в переводе означает «кама». У башкир есть особенности. И они, в общем-то, проявляются практически во всем. Башкиры, например, используют очень широкий ряд струнных инструментов. Ну, например, вот этот трехструнный думбыра. Есть думбыра пятиструнная, есть думбыра шестиструнная, ну, со спаренными струнами. Это только, вот, скажем так, грифовый инструмент. Есть особенность, которая заключается именно в духовом инструменте – это курай. То есть, башкирский курай был сформирован как инструмент достаточно давно, причем он был создан на основе травы, одноименное название так и называется – курай. Ну, вот, он эндемик, курай, и растет только в определенных районах Башкортостана. То есть, его больше нигде нет. Созданный коллектив объединило главное – желание сохранить и восстановить старинные напевы, а также создавать авторские мелодии. Батыр без ран не бывает. Бойся обидеть друга и выдать тайну врагу. Была бы голова цела – шапка найдется. Быстрого коня нет нужды подгонять, умелому человеку нет нужды помогать. Не будь солонее соли или слаще меда. Не верь улыбке врага. Башкиры, проживающие в Пермском крае, не забывают ни своих героев, ни своих обычаев, стараются жить в гармонии с окружающим миром, склонным к философскому созерцанию. Но в глубине души остаются тем же брутальным свободолюбивым народом, пришедшим к нам из великой степи, чтобы с гордостью сказать… Я здесь живу! Мин ошой еде ешей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова